Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца. Знаменитый костюм Андрея Миронова, в котором он играл Фигаро, теперь может увидеть любой желающий, как и гримировальный столик актёра. Здесь же эскиз костюма Сергея Эйзенштейна 1922 года. На тот момент его знали только как театрального художника. Его эскизы являются вообще символом русского авангарда. Здесь представлены самые редкие, самые ценные вещи. И этот костюм выходил на сцену 18 лет подряд. И он в таком великолепном виде сохранился до наших дней. Многие из артефактов широкая публика увидела впервые. В одном павильоне целая эпоха. Предметы советского времени символизируют 8 видов искусств. А сама выставка раскрывает идею домов культуры. Именно они в 20-х годах прошлого века стали символом нового времени, когда любой желающий мог реализовать свой творческий потенциал. Здесь получается 13 выставок в одной выставке. Это дом, где живёт культура СССР. На выставке представлено более 700 экспонатов. Среди них 90 уникальных эскизов, часть из которых так и осталась изображением на бумаге. Чертежи мавзолея, дома советов и домов культуры по всей России. Северные дома культуры – это, конечно же, дерево. Они более закрытые. Ну и, конечно, северные мотивы, зимние мотивы там присутствуют. Такой центр средоточия всего, всей культуры. Первый такой объект на Ямале появился в 1925 году. Это дом надсмена, а позже дом туземца. Там не только приобщались к искусству, но и получали корм для оленей и собак. Теперь это окружной центр национальных культур. Он располагается уже в новом здании. Сейчас в округе 77 культурно-досуговых центров. Такие учреждения активно модернизируют по всей России, в том числе и в Заполярье. Продолжаем жить этими уникальными пространствами. Потому что уже первые тысячи ДК, отреставрированные за последние, отремонтированные за последние три года, продолжают открывать свои двери. С момента образования из СССР прошло 100 лет. А формат Дома культуры по-прежнему актуален. Как и советское искусство, которое находит отклик в сердцах уже нескольких поколений. Мария Стрельникова, Олег Кабрицкий, Станислав Павлинич. Время Ямала. Москва.